Здравствуйте, меня зовут Светлана Лукина, и сегодня вы смотрите программу Мое утро. Приятного просмотра. Камбоджи. Это послание для всех других владельцев, что нужно думать не только о прибыли, а ещё и о том, как мусор сказывается на наших сообществах и на всём мире, как он вредит природе, вредит молодому поколению. За чашку кофе посетители либо платят полтора доллара, либо отдают сто использованных пластиковых стаканчиков, которые приносят с собой. Они пойдут на дальнейшее расширение кафе и другие проекты. «Мы не позволяем клиентам оставлять здесь какой-то мусор. Если вы не купите у нас многоразовую чашку, тогда мы не на вашей стороне, и мы не продадим вам кофе». А если клиенты приходят с собственной чашкой, им делают 30-процентную скидку. «Я горжусь тем, что наши люди могут сделать из мусора ценные вещи. Например, эта чашка и трубочка сделаны из бамбука. Они выглядят просто потрясающе». «Такое кафе очень полезно для нашей окружающей среды. Также оно помогает экономике. Например, эта чашка сделана из пальмового дерева. Люди могут изготавливать такие и продавать, чтобы кормить свои семьи». В 2013 году создатель этого кафе построил кокосовую школу. В ней детей учат английскому языку, а также правилам переработки мусора. Обучение оплачивают тоже, принося мусор подлежащей переработке. Каждый год в океаны мира попадают около 8 миллионов тонн пластика. Больше всего выбрасывают страны Юго-Восточной Азии, особенно Индонезии, Филиппины, Вьетнам и Таиланд. Рубрика «Будь в форме. Как провести интенсивную тренировку на улице». Начинаем с упражнения «Падение». Показываю, как это выглядит. Приземляемся здесь достаточно мягко, чтобы не удариться копчиком. Отрываем таз и быстро встаем за счет инерции наверх. Помогаем себе толкнуться руками, поэтому перед тренировкой обязательно хорошо разминаем кисти. Стопы ставим параллельно, не накрест. И работаем на 20 раз. Поехали! В следующем упражнении совмещаем тягу, подъем ноги и выпад назад. Лучше встать возле какой-нибудь опоры, чтобы можно было себя страховать в случае потери равновесия. Итак, стоим на одной ноге, делаем тягу, уводим таз назад, поднимаем ногу, зажимаем ягодицу, сразу уходим в выпад назад и снова поднимаем ногу. Делаем по 15 повторений на каждую. Поехали! Есть! Переходим на следующее упражнение. Переходим к отжиманиям с выходом. Делаем одно отжимание. Ставим стопу на уровне груди, поднимаем вторую ногу и сразу уходим в отжимание. Ноги не чередуем. Делаем по 10 раз на каждую. Четыре уже есть. Одна нога есть. Переходим на вторую. Отлично! Молодцы! В приседаниях, которые мы будем делать, вы почувствуете не только ноги, но и спину, и плечи. Итак, поехали! Широкая постановка ног, носки смотрят наружу. Медленно уходим с отведения таза назад вниз. Ладони обращены в центр. Затем поднимаем руки перед собой. Затем уводим с усилием локти назад. Сводим лопатки в этой точке. Чувствуем спину. Затем делаем разворот. Локти направлены четко вниз. Затем руки наверх. Лопатки идут следом. И только теперь встаем. Это упражнение выполняем медленно. Таких нам нужно сделать 12 раз. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Закончили и переходим к следующему упражнению. И заключительное упражнение нашего круга – пресс. Поехали! Итак, упражнение у нас три в одном. Начинаем со складки. Затем оставляем ноги на весу. Делаем складку попеременно. И соединяем локти с коленями. Работаем! Мы сделали 15 повторений и завершили наш круг. Все упражнения выполняем без отдыха, а в конце каждого круга отдыхаем две минуты. Таких делаем три-четыре круга в зависимости от уровня подготовки и самочувствия. Хорошей вам тренировки! Сейчас научимся готовить полезный десерт с клюквенными хлебцами. Сладости я люблю особенные, те, которые не откладываются на боках. Одним таким рецептом я поделюсь с вами. Обалденный десерт сегодня в фитнес-лаборатории. Наш десерт будет состоять из двух слоев. Для приготовления первого слоя нам понадобятся хлебцы, они у нас клюквенные, и финики. Все это мы вместе перемешаем в блендере. Кстати, финики – это низкокалорийный самостоятельный десерт. Всего лишь 292 килокалории на 100 грамм. В шоколаде – 544. Но финики не уступают шоколаду по содержанию в них калия и магния. А по наличию пищевых волокон даже превышают. Вот такая смесь у вас должна получиться. Это основа нашего десерта. Мы его ненадолго отложим и приступим к приготовлению второго слоя. Он у нас будет кремообразный и воздушный. Нам понадобится желатин, который мы растворим в теплом молоке. Главное – хорошо перемешивайте. Желатин практически готов. Сейчас мы его смешаем вместе с творогом, ванилином и подсластителем. У нас в качестве подсластителя кленовый сироп. Вы можете добавить все, что вам нравится. Выкладывать свой десерт я буду в форму для выпекания. Если у вас такой нет, вы можете взять обычный стакан, прозрачный. Это будет очень красиво. Наш десерт почти готов. Если вы располагаете временем и с силой воли у вас проблем нет, то смело отправляйте в холодильник на ночь. А я хочу очень сильно его попробовать, поэтому мой десерт отправляется в морозилку на 30 минут. Смотрите, какой красавец у нас получился. Такой торт куда лучше. Магазинного, углеводного, с тонной сахара и жира торта. Советы для модников. Как сделать протертости на джинсах? Магазинного, углеводного, с тонной сахара и жира торта. Перейдем к полезным советам. Семь списков, которые должен вести каждый. Семь списков, которые должен вести каждый. Сегодня мы расскажем о том, какие списки обязательно должны появиться в вашей записной книжке и как они помогут улучшить вашу жизнь. Список креативных идей. Творчество, процесс спонтанный. Создайте список ценных идей, записывайте необычные мысли. Эта информация пригодится вам в тот момент, когда в голову не приходит ничего оригинального. Список книг, которые нужно прочитать. Если после прочтения очередной книги вы мучительно выбираете следующую, то пора завести специальный список книг. В него вы будете заносить книги, которые хотели бы прочитать. Список интересных событий. Если вы решили завести список интересных мест, впечатлений и ситуаций, которые произошли в вашей жизни, но абсолютно нечем его заполнить, то это отличный повод пересмотреть свое отношение к жизни и начать наполнять ее интересными событиями. Список текущих задач. Да, это скучно и банально, но такой список поможет вам справляться с рутиной, все успевать и никогда не опаздывать. Список фильмов для просмотра. Сейчас выпускается множество фильмов, поэтому тратить время на всякую ерунду – непозволительная роскошь. Хорошо продуманный список избавит вас от некачественных фильмов и необходимости долго выбирать очередное кино на вечер. Список желаний. Кризис желаний, к сожалению, не шутка. Если вы в один прекрасный момент почувствовали вселенскую скопу и поняли, что вам ничего не хочется, то на помощь придет список желаний. Антисписок. Все привыкли, что в список дел нужно вносить те задачи, которые предстоит выполнить. Но в некоторых ситуациях куда полезнее будет завести список дел, которые ни в коем случае нельзя выполнять. Любящие мамы – это рубрика для вас. Чем же занять ребенка в ванной? Игры в ванной – одна из любимых детских забав. Вода успокаивает, дарит положительные эмоции, а при правильной организации купания еще и веселит, развивает различные рецепторы, моторику, дает представление о некоторых вещах. Во что же можно поиграть в ванной? Предлагаем вам свои три идеи. Большинство детей очень любят рисовать, но взрослым приходится ограничивать их порывы, чтобы сохранить стены, мебели, пол в порядке. Подарите своему ребенку радость свободного творчества в ванной, сделав для него смывающиеся краски. Для приготовления красок вам понадобятся емкости, пена для бритья и разноцветная гуашь. Подробный мастер-класс смотрите на нашем канале. В качестве холста можно использовать не только стенки ванной, но и уточек, без которых не проходит ни одно купание. А потом их можно весело вымыть. Прекрасный материал для сенсорных игр – шарики с гидрогелем. С ним можно придумать множество развивающих и ролевых игр в ванной. Предложите ребенку разложить гель по разным емкостям, пересыпать его или сделайте настоящую морскую сенсорную коробочку, используя гидрогель в качестве наполнителя. Покупая специальные игрушки для игр в ванной, выбирайте те, которые помогут одновременно развивать вашего ребенка. Например, с помощью этой игры, где необходимо выловить морских обитателей, ребенок развивает концентрацию и внимание. Змейка из мыльных пузырей – развлечение для детей любого возраста. Восторг обеспечен. Сделать такую конструкцию очень просто. От бутылки из-под детской воды отрежьте дно и с помощью резинки прикрепите к отверстию кусок ткани. Мы взяли микрофибру, но отлично подойдет и плотный носок, например. Можно использовать покупную жидкость для мыльных пузырей, но ее легко сделать и самим, смешав воду, средства для мытья посуды и глицерин. Надеемся, эти идеи внесут разнообразие в купание вашего ребенка. До новых встреч! Захотелось чего-нибудь сладенького? Попробуйте приготовить банановый пузынг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы смотрели программу «Мое утро» на Первом Матичинском. С вами была Светлана Лукина. Мы с командой желаем вам хорошего настроения, удачного учебного года и не переключайтесь, сейчас будут мультфильмы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...